Привет всем, с вами Шушаника, автор блога s2.ru и Хвостович Александр, ведущий проект Америка для Успешно. И сегодня мы поговорим на очень волнующую для многих тему, государственный долг США. Я вас же взволнован прямо. Да, значит, насколько вы все знаете, об этом очень многие любят писать, когда говорят, что Америки скоро не станет, о том, что государственный долг очень высокий, больше 16 триллионов долларов. Что ты думаешь на эту тему, Александр? Не станет ли скоро Америки из-за государственного долга? Ну, на самом деле, это одна еще из баек, которая подкармливается в основном русскими СМИ, ну и прочими другими СМИ, которые хотят сделать из этого большую сенсацию. А вот, по большому счету, все с Америкой хорошо, и как бы никакого большого эффекта этот долг, на самом деле, не оказывает Америка, Америка не развалится. Значит, я хочу сказать несколько статистических моментов, так сказать. Во-первых, и, Александр, ты со мной согласись или не согласись, давай поговорим на эту тему. На долг нужно смотреть с точки зрения ВВП, то есть, если, ну, приведу пример на обычных людях. Если человек зарабатывает 100 тысяч долларов, и он должен кому-то 10 тысяч долларов, это одно. Если человек зарабатывает 1000 долларов и должен кому-то 5000 долларов, это другое. То есть, так же и с внешним долгом. И касательно ВВП, внешний долг США превысил ВВП только в этом году. То есть, сейчас долг составляет 103%. То есть, там, у Америки ВВП, там, 16 триллионов с чем-то, а долг 16 триллионов с чем-то больше. Чем-то больше, чем ВВП. И, так вот, для тех, кто ждет развала Америки задолго, я хочу дать статистику на другие страны по сравнению с ВВП. Ну, прежде чем развалится Америка, ждите развала Люксембурга, у которого процент долга ВВП от долга 3443%. Ждите развала в Великобритании, у которых этот процент 390%. Ждите развала Нидерландов, Бельгии, Монако, Швейцарии, Португалии. У них у всех больше 200-300% долга от ВВП. То есть, на самом деле, долг, он не играет большого значения в экономике страны, в том, как люди живут. Ну, и давайте сравним с долгом Узбекистана, который на 114-м месте в этом списке долгов, и у которого всего лишь 11% от ВВП. Ну, видимо, люди там живут просто великолепно в Узбекистане, потому что у них такой маленький долг. Поехали в Узбекистан. Да. Поэтому, на самом деле, долг многого не значит. И ещё, думаю, важно сказать о том, вообще, откуда этот долг. Кому Америка должна, на самом деле, как ты думаешь? Ну, я как бы знаю, кому она должна. Да? О, хорошо. Ну, давай, расскажи нам, кому она должна. Я очень многих патриотов расстрою. Да, давай, расстрой. Ну, просто многие считают, что Америка заполонила весь рынок долларами, и она должна всем странам, как они думают, и скоро Китай там пол Америки себе заберёт. Хотя общая доля долга Китаю от общей суммы составляет всего 8%. А Китай самый крупный, скажем так, заниматель валюты. Поэтому 8% у самого крупного занимателя валюты, это, я не знаю, меньше 1,1. А весь долг, больше половины процентов, 50%, Америка должна своим же людям, пенсионерам и социальному сектору, а также военным расходы на военные. Там, по-моему, остальные 30%. Ну, в общем, в итоге 80% валюты, как бы денег, Америка должна своим людям и сама себе. Вот, но тот факт, что вся мировая экономика держится на долларе, на долларе, на долларе. Просто ни один человек, ни одна страна мировая не позволит доллару упасть и просто будет поднимать потолок, пока Америка не начнёт, ну, как бы, не восстановится текущая ситуация, не начнёт выплачивать эти деньги. Потому что если упадёт доллар, все мировые валюты, привязанные к доллару, тоже обесценятся. Вот, и, ну, не кризис, как бы, никому не нужен. Вот, а Америка, как бы, свои обязательства, в принципе, перед своими людьми выполнит. Она, ну, как бы, ещё не было такого прецедента в истории, чтобы, как там в СССР, допустим, когда развалился и все деньги погорели, вот, вклады, в Америке такого прецедента за всю историю ещё ни разу не было. Вот, поэтому, когда я даже разговаривал с американцем, скажу, а что, если Америка не выплатит эти деньги? Там, ну, на пенсии и всё остальное. Ну, он такие глаза сделал, как этого не может быть. То есть, для него это вообще было там, он говорит, что это обязательство государству, как бы, ну, оно обязано будет быть. Если есть обязательство, значит, оно будет выплачено. Ну, я думаю, интересно ещё сказать, вот, я знаю, кому, вот, я специально изучила этот вопрос, кому Америка должна, вот, 53% на 2011 год, по-моему, это были данные, она должна самой себе, да, кому? Федеральному резервному фонду. Это фонд, который был создан банкирами, чтобы государство брало, как бы, ну, как в банке деньги в долг. Понятное дело, они сами себя убивать не будут, убивая экономику Америки, банки себя не убьют. Значит, на втором месте частные лица, то есть, private, кто-то, какие-то там миллионеры, миллиардеры, давали свои деньги в долг государству, и им Америка должна, и, как бы, тоже особо никто не будет требовать, пока государство не может этого выплатить. Ну, и дальше идут всякие пенсионные фонды, эти, правительства штатов и так далее. И это большая половина долга. Очень я часто вижу, читаю, слышу о том, что якобы Россия является главным кредитором Америки. То есть, еще один такой миф, на который, на самом деле, это смешно, потому что, как ты правильно сказал, Китай главный кредитор, и это там всего лишь 89%. Россия входит в десятку главных кредиторов, но кредит там от долга, там что-то чуть больше 1%. То есть, это какие-то копейки, на самом деле. То, что, понимаете, то, что, как бы, там подогревается масс-медиа и новостями, и всем остальным, они, как людям по ушам ездили, так и будут ездить, потому что у них задача одна, это сделать сенсацию, вот, потравить народ какой-нибудь классной историей, чтобы все там долго ходили под впечатлением и друг другу рассказывали. Ну, как бы, то, что происходит, на самом деле, знают немногие. И даже интересный момент. Если вы зайдете на русскую Википедию, вы прочитаете про развал Америки и про огромный долг, что Америка там задолжала, там, и полдоллара чуть ли американских не надо отдавать Китаю от каждого доллара. Но если вы переключите с русской Википедии на американскую... На английскую? Это не американская, это англоязычная Википедия. На англоязычную, да, абсолютно. Там будет совершенно другая информация, абсолютно другая информация. И я, когда это обнаружил, я просто был в шоке. И вообще, с некоторых пор я по русскоязычным источникам вообще не лажу, их не читаю. Потому что большинство из того, что там выкладывают, льют столько, ну, как бы, грязи. И информации там просто крупится, все остальное домыслы и всякие раздутые истории. Да, поэтому лучше всего читать, ищите какие-то независимые источники. Если вы не доверяете Википедии, это тоже, как бы, не супер, да, достоверный источник, ищите... Я сразу скажу, что русскую Википедию на русском языке я бы не советовал читать по всяким политическим вопросам, а лучше читать англоязычную Википедию. Да, или ищите какие-то независимые источники. Смотрите статистику долга и проценты от ВВП, и что это значит. И тогда вы увидите более общую картину. Найдите в интернете, кому Америка должна. Список есть, там в процентах прямо написано, каким странам сколько она должна, и себе же сколько она должна. Понимаешь, потому что, наверное, проблема в том, что они будут искать на русском и найдут... Да, ищите на английском. Ну, это еще один такой вопрос. Учите поэтому английский язык. Мне уже один раз даже писали, зачем учить английский. Пусть американцы учат русский. Ну, вы меня, конечно, извините, американцы, может быть, и выучат русский. Но вам от этого ума не прибавятся. Поэтому языки надо знать. Не только английский, а максимум, что вы можете выучить. И лучше все всегда, всю информацию искать в оригинале. В общем, ладно, думаю, такое у нас небольшое видео получилось, но про государственный долг мы и сказали, что на самом деле происходит. Спасибо, Александр. Спасибо большое, Шошани. Пишите вопросы, если они у вас остались в комментариях. Можем обсудить про государственный долг. А гневные комментарии в нашу сторону можете засунуть себе в одно место. Со всякими ссылками на русские ресурсы о том, что в Америке... Да, пожалуйста, не постите нам русские ресурсы. Мы русские ресурсы не читаем. Постите нам, пожалуйста, какие-то более надежные источники, если хотите... Нормально. Да, дайте нам какой-то ответ. Мы не утверждаем, что это... То, что мы говорим, мы не экономисты, по крайней мере, я. Если тут есть экономисты, которые могут объяснить это все более точно, пожалуйста, в комментариях. Ну, как бы у меня есть образование бухгалтерское, но я тоже не экономист. Ну, так, 2 плюс 2 могу сложить. В общем, ладно, всем спасибо. Пожалуйста, ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на наши каналы. Всем пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok